Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. И сегодня я хотела бы рассказать вам о такой теме, которая волнует многих. Наверное, тебя волновал вопрос. MLM бизнес, мое это или не мое? Стоит ли мне попробовать? А почему у меня не получается, так как у Елены Коваленко, например? Или у какого-то другого человека, который добивается каких-то определенных интересных мне результатов. Ну так вот, есть несколько пунктов. Если не соблюдать их, то ты никогда не сможешь реализоваться. Но не только в бизнесе MLM, возможно и в другом бизнесе тоже. Итак, самое первое, что нужно в себе воспитывать, это ответственность за свою жизнь и за свои действия. Очень часто, когда человек приходит в MLM бизнес, он считает, что ему все должны. Спонсор обязан его обучить, сделать за него практически всю работу. Ему обязаны предоставить школу, ему обязаны, в общем, все ему обязаны. Поверьте, если вы пришли с таким мышлением в любой бизнес, неважно, сетевой это бизнес, или вы хотите открыть магазин продуктов, допустим, никогда не нужно ни на кого надеяться и полагаться. Это твой собственный бизнес. Забудь, что когда-то ты был наемным работником. Ведь наемный работник, он как? Он приходит на работу, начальник говорит ему по пунктикам, что делать. И человек выполняет эту работу как должное. Все, он это выполнил, он со спокойной, чистой совестью ушел домой, заработал свои 10, 20, 30, кому повезет, тысяч в месяц. И такая жизнь у него идет. А что же дальше? А дальше пенсия в 10 тысяч рублей. Это самое страшное, как по мне. Ну так вот, если вы решили открыть свой собственный бизнес, стать партнером какой-либо MLM-компании, то вам нужно взять на себя ответственность. Вы должны понимать, что все, что происходит, это только ваше личное. Никто вам ничего не должен. Если вы считаете, что обучение вам не подходит, вы должны сами сделать это обучение. Точнее, слово «должны» не подходит. Вы можете сделать выбор, делать это обучение или нет. Это ваша жизнь и ваш собственный выбор. Кстати, хочу рассказать вам о своем примере. Когда я пришла в этот бизнес, у меня в голове стояло, да, я пришла, я такая замечательная, сейчас я буду делать что-то здесь. Но вот спонсоры мне должны дать кучу информации, они должны меня обучить, они должны ездить со мной по встречам. Тогда я еще проводила встречи, сейчас я работаю только онлайн. И пока я перекладывала ответственность на всех вокруг, я не хотела брать ее на себя, в свои руки. Мой бизнес развивался, но очень, очень медленно. Но из этого я сделала себе урок. Я поняла, что нужно сделать что-то свое. Если я хочу быть лидером, если я хочу больших денег, если передо мной стоит цель заработать действительно огромные деньги, то мне нужно все здесь сделать самой и ни на кого не надеяться. И вот ровно год назад мы решили создать свою школу. И когда мы создали свою школу, мы поняли, что мы действительно лидеры. И вот тогда я взяла на себя ответственность за все, что происходит. Я больше не виню никого, если у меня что-то не получается. Я понимаю, что все, что происходит, это только, ну иногда мужа, это только из-за меня. А хотите, я раскрою вам еще один секрет? Почему у вас не получается в MLM бизнесе? Или почему вы считаете, что этот бизнес лохотрон? Итак, чтобы сделать прорыв в бизнесе, кроме того, конечно, что я уже сказала в первой части, нужно поставить себе цель самую конечную. Самая конечная цель – это самый конец маркетинг-плана вашей компании. Например, в нашей компании цель – это бриллиантовый президент. И вот я уже поставила себе эту цель. Я хочу стать бриллиантовым президентом, получить 1 миллион евро, ну и, соответственно, я буду очень хорошо получать. Вот пока я этого не сделала, у меня не было такого развития, как я хочу. Потому что если ставить себе маленькие, коротенькие цели, вы будете к ним идти, и идти очень медленно. У вас должна быть цель, у вас должна быть еще и мотивация. Что для меня мотивация? Для меня мотивация – это, первое, мой ребенок. Я очень хочу показать своим примером, что в этой жизни можно построить бизнес и можно жить комфортно, даже если у тебя небогатые родители. Ну, у моего ребенка богатые родители, и морально, и материально. Ну так вот, вторая мотивация лично для меня – это пенсия. Я понимаю, что я когда-нибудь состарюсь, и я хочу жить комфортно, путешествовать. Я не хочу жить на пенсию, как, например, живут многие люди в нашей стране. Ну так вот, мотивация очень важна, планирование тоже важно. Кто бы что ни говорил, сейчас очень много видео, в которых говорится, что планирование на самом деле – это ерунда. Это никакая не ерунда. Если у вас не расписан каждый день, если у вас не расписан год, то есть шаги те, которые приведут вас к победе, то вы в этом бизнесе ничего не добьетесь. Вот сейчас это запомните. Если у вас нет плана, то вы можете уходить из этого бизнеса смело. Потому что это все ерунда. Корабль, который плывет в никуда, он в никуда и приплывет. В какую-нибудь черную дыру или врежется в какой-либо айсберг. Поэтому, пожалуйста, вот вы сегодня, послушав меня, найдите в своем маркетинг-плане конечную цель, пропишите ее, когда вы хотите ее достичь. И пропишите все шаги. Желательно это сделать, конечно, со своим спонсором, чтобы достичь этой конечной цели. Ведь MLM бизнес – это тот бизнес, который дает огромные возможности. Ну, я считаю, что ошибка приходить сюда за какими-то дополнительными доходами. Мой третий, самый секретный совет. Ну, на самом деле, вы все знаете об этом совете, но многие ему просто не следуют. Пожалуйста, слушайте своего спонсора. Ведь если вы выбрали спонсора, значит, этот человек, вы доверяете этому человеку. И вы видите, что у него есть определенные достижения. А значит, он может кое-чему вас научить. И второе, если в вашей компании, если в вашей команде есть школа, пожалуйста, следуйте этой школе. Те люди, которые ее писали, потратили очень много сил, времени и дали вам самые нужные знания, благодаря которым они достигли высоких результатов. Обычно школы пишут лидеры. Мы, например, являясь лидерами, написали свою собственную школу. И я вижу, что происходит. Те люди, которые приходят, те новички, и начинают следовать нашей школе, они вырастают в лидеров. Обязательно и однозначно. Те, которые не хотят этого делать, они ищут какие-то свои ложные пути, они бросают этот бизнес и кричат на каждом шагу, что здесь лохотрон. Очень обидно, конечно, это все слышать, но такова жизнь. Так везде, в любых компаниях. И опять же, по поводу слушаться спонсора, я вам скажу такую тенденцию. Все лидеры, которые пришли в мою команду, первый месяц очень много со мной общались. Я их учила тому, что им нужно было знать для успешного стартапа. А потом, конечно, они уже развивали свои лидерские качества, создавали свою команду и шли уже независимо от меня. Но первое время, если вы не в контакте со своим спонсором, вам очень-очень трудно сделать бизнес. И такие ошибки проявляют практически все. Поэтому, пожалуйста, слушайте спонсора и следуйте школе. Это второй, точнее, третий момент. Ну и четвертый. Четвертый момент, без которого вы не сделаете никогда прорыв в любом бизнесе. Ну и, естественно, в MLM бизнесе. Это саморазвитие. Если вы не развиваетесь, не посещаете тренинги, не слушаете различные видеоуроки, не читаете книги, поверьте, вы можете тормознуться на определенном процессе, не пойти дальше. Соответственно, за вами не будут идти люди, потому что вы не будете интересны как человек, как личность. И вы должны определить свои слабые стороны конкретно в себе, как в личности и в бизнесе. Например, если у вас компания занимается косметикой, вы знаете много чего, как строить структуру, как помогать людям. Но вы не можете не ответить на вопрос, из чего состоит, допустим, основная часть продукции, то вам надо сделать упор и изучить это, потому что вам нужно быть профессионалом в всех областях. Точно так же, если вы хорошо знаете продукцию, но вы не знаете, как работать, например, с возражениями, вам нужно изучать именно этот момент и углубиться в него. Раньше я читала вот такие книги, например, «Сделай мужа миллионером». Но сейчас мое сознание немножечко поменялось, и я поняла, что для меня важно стать миллионером самой. Почему? Потому что если я буду заниматься собой, а не развитием своего мужа, то действительно я чего-то достигну, я буду интересна моему мужу. Потому что сидеть, читать книги, колдовать, и чтобы муж стал миллионером – это глупо. Лучше в партнерстве с мужем идти к этому миллиону вдвоем. Вот и все. Вот такое вот у меня жизненное заключение. Поэтому обязательно развивайтесь, каждый день смотрите что-то новое, изучайте, читайте. И тогда, поверьте, в любом бизнесе, особенно, конечно, в сетевом, вы приблизитесь к своему заветному миллиону. Итак, я надеюсь, что мое видео было вам полезно. Потому что если вы будете применять все то, что я вам здесь рассказала, вы обязательно приблизитесь и намного приблизитесь к своей цели. Если вам интересно партнерство в нашей компании, в нашей команде, то вы можете увидеть любые контакты внизу и написать мне. Итак, с вами была Елена Коваленко. Пока-пока!